ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, полицейские. А что случилось у вас такое? В ночах случилось. Да. Я понял, просто встали, так машину перегородили. Думал, может, что-нибудь случилось. Ничего страшного. Как фамилия ваша? Сюжен полиции депонента. Очень приятно. Сафронов Павел Владимирович меня зовут. Все нормально? Никого не забирайте? Ничего не случилось? Нет, нет, все нормально. Хорошо, все. Что, вы помешали, да? Нет, просто машина так стоит, думаю, может, срочный какой-то вызов. Я понял, ну что можно... Я понял, можно просто вот там было встать. Вот. Я смотрю, может, реально что-то срочное. Приносите наши извинения. Спасибо большое, всего доброго. Больше не нарушайте, пристегивайтесь. Ну, что они? А? Что они? Ну, видишь, как встали? Да. Не надо так. Ну, если все, пожалуйста, так... Вот, друзья мои, мы сейчас наблюдали с вами ситуацию, в которой полицейские, хоть и нарушили, но поступили абсолютно правильно. Повели себя вежливо, корректно, верно, извинились. Пообещали больше так не делать. Все правильно сделали. То есть не боковали ничего, не пытались там как-то превысить служебные полномочия или вообще использовать их. То есть абсолютно по-человечески объяснили ситуацию, что был срочный вызов. Да, там они не включили маяки, да, они там припарковались, как автохамы, да, там переградили весь дворовой проезд. Однако после этого повели себя достойно. Именно поступили как мужчины. То есть признали свою ошибку, извинились. Все, вопросов к ним нет, я даже жалобу на них писать не буду. И вот пусть эти полицейские будут примером для всех остальных. Нарушают все там, осознанно, неосознанно. Когда-нибудь наступит момент, когда самый даже соблюдающий ПТД водитель, там полицейский, не полицейский, не важно, он нарушит. То есть там задумается, забудет о чем-то там и так далее. Он нарушит, да. Важно, как он себя поведет. То есть не газовать, не боковать, ничего. Спокойно, ну было и было, да, признал вину, извинился, там все. То есть никто даже на них жалобу писать не будет. Ну, я по крайней мере точно не буду. Вот. Вот он результат, так сказать, работы общества с полицией, полицией с обществом. То есть, наверное, вставлю видео, как полицейские из этого же района повели себя буквально полгода назад, да, когда им сделали замечание за парковку, да, там на тротуаре, за то, что они там билет покупали. Ой, вы себя физическую силу, кажется, применяете, да, ко мне? Это какая процедура вы? Протокол досмотра понятых, видеозапись. Что у вас здесь такое? Неизричество вещество. Нет, неизричество. А что это такое? Видеокамера. Что вы делаете-то? Что за это такое? Вы зачем ко мне физическую силу применяете? Это что такое у вас? Вы ко мне физическую силу зачем применяете? Это что такое? Видеокамера, я вам сказал. Я просто хочу посмотреть. Да, я не хочу вам давать. Что вы делаете-то? Похоже на различные вещества. Что вы делаете? Еще раз говорю. Люди, снимайте на камеру, пожалуйста. Вызовите полицию. Полицию вызовите. Люди. Полицию вызовите. Отпустите меня. Что вы делаете? Что вы делаете? То есть, они выбрали, по моему мнению, совершить преступление, нежели извиниться и признать вину. То есть, они выбрали такой путь. А вот эти полицейские поступили как настоящие мужчины, как настоящие полицейские. И я считаю, поступили верно. Вот таким полицейским действительно нужно служить. А тем, которые нарушают, еще и используют свое служебное положение, да еще и того человека, который сделал ему замечание, делают виноватым, применяют к нему какие-то меры государственного принуждения. Таких, я считаю, не то, что на службе быть не должно. А я считаю, такие просто, если они такие действия совершают, должны нести за это самое жесткое наказание. Музыка. Продолжение следует...